Ну, когда обстоятельства не учитываются. Сейчас посмотрю. Я слушаю, что там уже игра идет. Давайте я не буду дожидаться начала здесь. Но они должны на на Тизе играть. Потому что здесь уже третий уровень. Погнали. Для тех, кто смотрит в записи, мы с вами сейчас начинаем с первого матча в Фоге против Чаймика. Это Варкрафт. 2021 год. Турнир от китайской, кажется, стриминговой платформы DouYu. Это третий сезон. Неважно. Короче, призовой фонд в несколько тысяч баксов и хороший состав участников, где есть, соответственно, пять корейцев, два китайца. Как-то так. И один фогич, понимаете? Один украинский белорус. Или белорусский украинец. То есть украинец, переехавший в Белоруссию, так скажем. Он играет через первого кипера и тинкера второго. Очень хороший выбор. Ну, потому что тинкер дает... Ой, кипер тебе дает контроль в начале игры. И тебе нужен какой-то второй герой хороший, который в лейте может сыграть хорошо. И по старой мэте выбирали панду. Потому что, ну, панда всему глава, панда еще классический герой против Хумена. Но панду, во-первых, резали по массовому урону. Панди, кстати, поднимали мелочевку, там, один-один силу и инту. Но смысл в том, что... Ой, прикольно. Выложил предмет и пропил еще. Вот, а тинкер... Во-первых, он не диспелится, в отличие от видных паров панды. Во-вторых, он еще попутно контрит... Близзард или Флэймстрайк, даже в том числе. Ну, не совсем Флэймстрайк, он Бладмейджа лучше контрит, чем панда. Потому что, когда у тебя начинает высасывать ману, панда сделать ничего не может. Она может поражать только Инвулу какой-нибудь, попытаться отступить от рейнджа. Но и это сложно сделать, потому что это герой ближнего боя. И, ну, куда отступать-то, ё-моё. Слишком далеко приходится убегать. Причем у Манадрейнджа еще увеличенная зона на отступление. То есть там еще плюс 200 единиц. Короче, забейте, отступление не опция. А тинкер в ответ может просто ракетки кинуть. И там через секунду-полторы Бладмейдж уже заткнется со своим высасыванием. Видео Байфеникс говорит. Всем привет, Майкер, мое почтение. Наконец-то зашел на ГГ после регистрации. Обычно смотрю только с Ютуба. Сейчас буду разбираться с приложением на телефон, чтобы регулярно выловить трансляции. Спасибо тебе большое, что принял такое важное решение. Это действительно важно. Приложения у нас отличные. Пользуйся что для Андроида, что для iOS. Они бесплатные, они без рекламы. В свое удовольствие смотри, конечно же. Главное, чтобы тебе ничего не мешало и все... Ничего не отвлекало от просмотра, короче говоря. Добро пожаловать на ГГ. Привет, гостеслав. Вот, Кипер, короче, как вы видите, харасит хорошо, нападает на базу, замедляет развитие, прикапывает рабочих. Там, видели воркшоп еще, кстати. А Тинкер уже получил четвертый уровень. И он вполне может ближе к пятому прийти. А вот отсутствие улучшения на Т3, на замок имеется в виду, говорит Фоги о том, что Чаймика собирается его пробивать в ближайшем будущем. Но непонятно, как пробивать, потому что... Мортира не будет. Рифленого убивают. С видок лечением. Блин, хорошо, Фоги поджал. Может быть, имел смысл подкрепиться, конечно, но сейчас... Такой момент у Хумана, когда он должен выходить вроде как из лимита, а ему очень сложно выходить из лимита. О, Арктонс, привет. Да, кто-то из экспертов может сказать, какие ракеты, Михаил, что ты несешь у Тинкера в Покет Фэкторе. Но если пойдет атака... Покет Фэкторе он использовал для криппинга. А если пойдет атака, то он в любом из двух магазинов покупает Тома Фритрейн, который стоит не 300, а 200 уже достаточно давно, и переучивается на ракеты. Безусловно, он может, конечно, попытаться отбиться с фактой, но ракеты полезнее. И Фоги что об этом знает, он при возможности переучится, конечно. Во! Сегодня вечером, друзья, у нас не будет продолжения трансляции. Это хорошие новости для нас. Потому что я отдохну, пообщаюсь с Витей, с Ледоколом, с Локичем. Вот. Построим планы. У нас сейчас непростая ситуация. Мы делаем много всего нового. Вот. Для себя. Кофту захватит. Хорошо. Я еще, может, Дженни захвачу, но я не уверен в этом. Надо посмотреть, игра не появилась случайно в этом. Секундочку. Нет? Странно. Обычно появлялись всегда. Ну окей, будем тогда рестримить. Что ж поделать. Пытается через два воркшопа отстроиться. Но у Чимика реально огромные проблемы. Во-первых, он должен был уже давным-давно прийти с пушем. А время уходит, эльфийская база работает, тоже приносит свои плоды. Кстати, козел абсолютно спокойно здесь перестреляет архмага. Вообще без проблем. Не знаю, что он испугался. Еще ловится армия, подрезается элементарь, сорочка. А вот и ракеты, о которых я говорил. Переучился уже Тинкер. Ну а дальше у Фоги доделался Т-3, соответственно, там пойдут уже первые медведи сейчас. Доходить будут Тинкер, почти пятый, панда третий всего лишь. Мортиры, скорее всего, не выйдут. Ракеты еще прекрасно уничтожают здание. Да, вот и медведи, вот и Риджуф. Я бы вышел на месте Чимика. Фоги еще сидит на лимите 50. Мега грамотная штука. То есть, чтобы не терять деньги, сидит на лоу апкип, так называемом. То есть он понимает, что даже если противник выйдет в атаку, он успеет отстроиться в этот момент и выйти из лимита. Или нет, или это Чимика сидел на лимите 50. У Фоги уже 67, он не мог бы так заказаться. Ладно. Значит, Чимика копится. Не, ну у Тинкера еще плюсы есть. Он реально, как панда, хорошо контрит танки. То есть его ракеты универсальны. Они гораздо более универсальны, чем дыхание панды. Потому что не имеют ограничения на количество целей, не имеют ограничения на урон максимальный. Плюс еще вот этот микростан очень помогает. Вот, и в результате опять телепортируется товарищ. Ну, здесь шансов нет. Сейчас я отвечу отцу. Извините. 75% по Фоги. Теперь мы получили ракеты. Нет, не clockworks. Ну, да. Скилл both? Есть ли у него пассивные? Hard to say when there's a roar. So he has plus 5 from the talisman. But does he get plus 15 from this? Might be passive. Let's see once the roar runs out. But it's not recast. Plus 9. Okay, so he got the passive. And another pick up. How many units died for nothing? Here we go. The fairy dragons. Rockets. Again, the mortars are the source of damage. But they're just gone. The AoE of the fairies is absolutely amazing. Look at this on top of... Oh my god. This is just mass murder. Yeah, good luck, Panda. Trying to outdamage this AoE. Now the fairies would love to reposition. But the clockwork... The rockets are doing this alone. Так, ну видите, что происходит. Sorry, надо было планы на завтра поменять. Fairies, опять давят просто кастеров. Безжалостно не дают им кастовать. Престы вместо лечения получают больше урона. Сверху еще накидываются ракеты. 80 лимита у эльфа. Забейте. Без шансов Фоги выигрывает Чимико. Очень сложно здесь что-то сделать. Тинкер наполовину шестой. Последние мортиры умирают. Надо все равно телепортироваться к козлу. Он там добивает последних юнитов. Кстати, ракета еще дешевле дыхания, насколько я помню. Ну, по мане там, типа 60 против 75. Почему тут императора нет? Так он же не играет уже сколько времени на китайских турнирах. Он же... Очень странно. Видимо, у нас просто есть люди, которые приходят, там, не знаю, раз в полгода. Потому что периодически повторяются такие вопросы. Но, во-первых, с китайцами есть проблемы с выплатами призовых на некоторых турнирах. Во-вторых, Фоги сейчас играет с пингом 200, блин, плюс. То есть они играют на нейтизе. А это крайне некомфортно. На половинку он в шестой. Продолжает крепиться, но не ради опыта, потому что опыта уже после пятого не идет. Просто ради денег и предметов. А на Варкрафте Чемпионс анзиаты с каким пингом играли? Где-то 130. 40-130, где-то так. Там же писался пинг в начале каждой игры. То есть на Варкрафте Чемпионс условия-то получше. Вот, кстати, Энигма пишет, что 135 урон от ракет на третьем левеле. У дыхания 170 у панды. Но стоит, естественно, учитывать, что КД у ракет меньше. Кажется, 6 секунд. Стоимость ниже. Микростан есть. И нет ограничений по максимальному урону. То есть панда бывает такое, что... Хотя у нее там 1100 где-то на третьем уровне по урону. Редко можно... Хотя на лимитах 80-80 можно закинуть дыхание там больше, чем в 6 юнитов. И все, у тебя уже капится. Как раз ты вот 170 умножаешь на 6. И получается, что за косарик... Давить? 6, 7, 4. Да, получается 1100. Сколько-то там. Но панда дыхания комбинируется вместе с парами и носит больше дамага. Да, но на проуровне стараются диспеллить просто вины и пары. То есть надо учитывать просто все вот эти вот моменты, естественно. Вот сейчас, например, кап точно в боу панды сработал на дыхании. Ну, 100%. Там и вертолеты сверху, 3 задеты было, и 4-5 юнитов снизу. Вот. Сражение хорошее, 70 лимита вроде как. Но медведи, конечно, битые. Сейчас ждем. Ракеты продолжают запускать свиток, лечение вынуждены использовать. Да, Реда, тут все на свитках держится. Да, МГ живые. Нормально, панда сверху может убить. Инвул. И сейчас шестой тинкер. Да, превращается, это халява. Гэгэ. Да, ну, тут секрет. Главная тема этого сражения, это то, что Фоги играл очень агрессивно на Т2. И это приносило свои результаты. Он подрезал юнитов, он подрезал экономику, он замедлял развитие Хумана в плане там строительства выхода и пуши на Т2 стандартного. То есть, чем больше времени ты выигрываешь, если ты даже времени выигрываешь, если мы берем дефолтный мэтчап, вот как раз вот кипер панды или там, не важно, демон панда, кипер тинкер, против Хумана, который ставит экспо и выходит на Т2. Там и так все 50 на 50. То есть, если ты нормально прокачаешь своего героя до четвертого 4 с половиной, будь то панда или Тингер, ты, скорее всего, отобьешься. То есть, сколько мы матчей видели подобного рода. А если ты еще Хумана подзадержишь на минутку, на две, и, соответственно, у тебя экспант больше денег принесет, у тебя второй герой еще поудачнее покачается. Т3 будет у тебя подольше, соответственно, больше медведей, больше возможности там, не знаю, ферриков достроить или грейдов наделать. Ну, то есть, посидеть побольше на технологиях. И это вообще бомба. И, соответственно, сражения, которые проходили, они были без шансов для Чаймика абсолютно. Вообще не переживаю, за фоги такое редко бывает. Но у Тинкера 6 секунд на КД, а у панды 10 секунд на КД дыхание. Да. У Тинкера и панды одинаковый кап на урон на третьем половине. Серьезно? У Тинкера добавили кап на урон? What? Я что-то пропустил этот момент. Амид Биду? Биду будет вернуться на Модек. И это первый день их передать на МОНДЕЙ. Я думаю, что я буду покачать 19 дней. Я думаю. У меня может быть немного подключен, с каарсон или Биду, но... Да, все-таки есть кап на от ракет. Это плохо. Логично, чтобы макс дэмэдж у ракет был меньше, естественно. Минолты, говорит, свежий патч Фрозентрон называется. Это 1.07 версия получается. Погнали. Не боишься нахвалить Фогги? Ну, у него этот матчап хорошо отработан, но эльфийский хороший. Мне, наверное, хуже всего против Орка, на самом деле, потому что там предсказуемее всего. Так, скорее всего, Мирор первый, потом против Хумана второй, третий против, соответственно, андедов. Хотя где этих? Ну, хотя нет, в Европе много андедов. И самый последний от Орковский, повторюсь, потому что там Фогги находятся в той же самой мете, что и все остальные, в принципе. Но если мы возьмем исполнение Фогги, по сравнению с тем же самым Муновским исполнением, как-то он хуже играет. С Орком не очень, потому что мало Орков в Европе. Да, 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 это точно. Орков в Европе действительно мало. А можно нам немного чатик опустить, а то итемы третьего героя не видны? Ой, какие вы привереды. Конечно, можно. Эльфорк отвратительная мета. Самому не нравится. То есть, как только мета задерживается так надолго, это, конечно, минус. Именно поэтому я на эльфов и пересел. То есть, у меня была же возможность вернуться на Хуманов и играть через Архмага и дальше там, и дальше, и дальше через Кастеров, и то же самое. Но меня как раз вариативностью привлекли эльфы. И до сих пор у них эта вариативность остается. Так интереснее. Архмаг, кстати, бежит уже, прям, прям бежит. Правильно, что добил аккуратно, потому что уже бежал Архмаг. Второй маг. Второй левел получил и тот, и другой. Соответственно, Аура. Ну, а тут экспант уже делается. Козел-то понимает, побежал сразу убивать рабочих. Два кольца. Два кольца у кипера. Девять армора. Пытаются блокировать кипера. Ну, он, конечно, здесь рабочих поубивает. Безусловно. Все-таки Эм-то с милишным уроном. Добили своего рабочего. И нужно еще уведомление отключить, прошу прощения. После того, как электричество выбило, слетел статус в Стиме. И теперь... Прошу прощения. А где френд-лист? А, вон, справа. Все, извините. Статус сменился на онлайн. Ставит аккуратненько экспант. Именно аккуратненько, не на шахте, а поближе, для того, чтобы проще было его защищать. Чтобы были ближе Мунвелла, ближе Веспы. И, скорее всего, успеет достроить дерево. Все-таки Фогич. И теперь мы знаем, что Джуз долбит в дотку 2. Еееей. Рабочие капец, как страдают. И вся армия Хумена возвращается. Вот это, возможно, ошибка от Чаймика. То есть, ну, понятное дело, что здесь будут смерти. Но успел бы он нанести какой-то нормальный урон, возможно, даже с таким количеством рабочих и элементалем добить, отменить базу. Я не знаю. Но то, что один кипер отвлекает всю армию, то есть и архмага, и 5 футов, и при этом убивает рабочих, это очень хорошо. И Деничкин говорит, добрый день, Kings Bounty имеется в планах прохождения? Нет, да. Имеется в планах. Игра куплена. Ждем. Ботинки и персональный телепорт есть у Козлика. База бежит. Арчи пытаются киперу помочь третий уровень получить, и он получает третий левел. Но во многом, благодаря, кстати, убитым рабам, прикапывается фут. Да, сейчас они будут умирать, как мухи. Не надо как бы проходить, не стоит потраченного времени. Эх. Зуев обманул. Футмен, кстати, уходит. Ну, ему сложновато будет от Арчей спастись, например. Ну, слева, ты чего? У-у-у-у. Фоги не понял, как фут побежал. Мог убить и одного, и второго. У нас сейчас в XCOM'е самая интересная часть, потому что мы до туда не доходили. Каждый, каждый день, каждый день трансляции может стать последним. Потому что, ну, вы видели, что было, например, вчера. Если не видели, то обязательно посмотрите. Просто там такие миссии. Жесткие. И тем не менее, как бы все равно прогресс есть. Там плазменное оружие делаем, уже последний тир. Максимальное звание. Тинкер первым героем с фактой. Ой, не контролит вообще эту магическую вышку у Чимика. Очень странно, конечно, играет. Но он не перенацеливал ни разу на козла и ни разу на Тинкера, когда тебя оказывались в ренде вышки. То есть вышка стреляет просто на автоатаке, и все. Сейчас еще факта откатится, направо ее куда-нибудь поставить, ближе к лесу. И пусть робогоблины бесконечно бегут. А ты там футмены есть? Блин, как же ты агрессивно фактут оставишь? Сейчас ее фаркмак будет отстреливать. Робогоблины пробегают в два раза больше расстояния, чем вот Фогги поставил. Ну, то есть они добегают, если что. Мэна добил. Ну, вот факта поработала от силы половину времени, которое было выделено. Свиток перекуплен. Хотя сейчас вроде не тот тайминг на свиток. Ну, то есть не обязательно сейчас это было делать прям. Фогги сейчас подставляется. У него есть одна прикопка. В целом он может прикопать фута. А, ну вот почему он подставляется. Он же еще крепится параллельно. Тогда, конечно, Фогги молодец. Почему он не прикопает? Там был же футмен, которого одной прикопкой можно было убить. Дерево чуть не добило голема. Вы видели в последний момент, то ли он... То ли ретаргет был как... Ну, в смысле, то ли остановил дерево, то ли там выстрел долетел последний в голема. Дерево танкует на последних хитах. Ну и выход в Т3. Я все хорошо у Фогги, на мой взгляд. В этот раз тоже. Пытаются Архмага развести на использование бутылочки. А там уже МК идет. Сейчас очень аккуратно нужно действовать. Молоток, ну! Реагируй на молоток. Да, это было... Овер-агрессия, так называемая, блин. Слишком... Слишком... Нагло сыграл. И начинается... Арча подставляется на криппинге. Свиток! Юзни, свиток! Блин. Капец. Начинается заливка. Минус Арча. Нет, здесь можно постражаться. Что, у него осталось молоток-то 1-2 максимум. Все равно можно подрезать, по крайней мере, футов. Зачем тебе этот Архмаг сдался? Ну, смотри, у тебя два футмена. Прист еще бежит. Минус... Минус Арча, минус Прист. Две дрядки не отпускают футменов. Давай по футменам работаем. Третий уровень, в конце концов. Вот, нормальная охота. Эльфийская настоящая. То есть, по одному юниту стреляем, по второму юниту стреляем. Т3 делаем. База работает. Здесь форкшоп уже первый. Он там предметы оставляет. Козел уже с арбой, как видите. Тут очень приятные нейтралы. Они, с одной стороны, ну, быстро убиваются Огр, из которого выпадает предмет большой. То есть, можно приходить просто выбивать небольшим количеством именно Огра. Остальные все пирсинговые тоже штрафуются сильно. Арчо отдает, но это нормально, на самом деле, потому что уже нужно освобождать место под Медведя постепенно. Что выпало-то? Скролл за Бист. Ты выходишь в Медведи, тебе падает Скролл за Бист. Ну, как это понять? Энты на Харасе. Стрельба по ферме не совсем понятная. Вот Кипер подходит уже нормально, так? Арбой работает. Но, Маутен Кинг, рифлы уже слишком близко. Удалось убить там одного, ну, максимум двух рабочих. Странный забег получился. Ну, Фоги пытается Харасить. Сейчас продаст Скролл за Бист, скорее всего. Возьмет ему Нуулу Ли Свиток и будет готовиться выходить из лимита. Сейчас Фогичу нужно прям... Надеюсь, он переучился, кстати, на вторые. Ой, астафа у нас нет, там уже Слоу работает. Надеюсь, он переучился на эти. Ракетки. Если бы я сейчас играл в Варик, то у меня был бы Ник деревом добил. Выходит из лимита Фогич тоже. И опять же, видите, идет сразу Харасить. Я не знаю, может это попытка... Попытка Криппинг остановить. Вражеский. Ну, сейчас ему придется телепортироваться, но... Все равно вроде на размен нормальный. А может не придется. Видите, как хорошо делает Чимико? Он видит, что тот урон, который наносит Кипер, грубо говоря, не сопоставим с тем профитом, который Чимико получает за счет Криппинга. То есть он тут получит 3-е ВМК, предметы. 70 лимита. Сейчас только пошел телепорт. После того, как он за... Бывает. Мортирки такие. Так, Тенш, это вин делается хорошо. Медведи строятся. В целом, то, что мы с вами бегаем... А, и Тома Фритрейнга, смотрите, есть в инвентаре у Фогича. То есть он пока использует... Как же разводит хорошо. Фогич, смотрите-ка. Развел на телепорт, закинул факту, заставляет армию противника снова возвращаться. В этот момент там не показывают, но Кипер прибегает на экспант. Приходится метаться, делить эту армию на несколько частей. Да. И можно, кстати, даже подкрепить этого Тинкера. Красиво, красиво. Нет, правильно, правильно, развлекать надо. Та же самая логика, что и в первой игре. Ты должен выигрывать время. Хуман сидит на Т2, ты выходишь в Т3, и у тебя экспант более поздний. Вот это вот две причины ключевые, почему тебе нужно любой... Ну, не любой ценой, конечно, а стараться просто вытягивать время. Взрыв, робогобленный, дамажное здание. Конечно. Конечно. Факта — это один из лучших способов убийства базы врага. Вот. Были даже стратегии, заточенные на соло Тинкера, который просто бегал и разводил. Бегал и разводил, кидал факту, бился там... Качался очень быстро, потому что соло, бонусные экспа, опять же. До ульты и все. Одна факта, я думаю, третьего уровня нанесет больше, чем любое другое заклинание в базе противника урона. Любое другое вообще. Мало того, что они там с руки бьют мили, так еще взрываются без штрафа. Пошел телепортироваться, медведя потерял, к сожалению. Но в целом, да, рабочие побегали. Ульт лича... Ну, ультимейт еще Старфол, скажи. Как бы... Хотя ультимейт лича и Старфол, они разный урон наносят. Один в процентах, другой фиксированный. Соответственно, если, например, у тебя много мелких зданий, типа ферм, то Старфол будет круче. Вот. А если тебе нужно мейн снести быстро, то ульта лича — это... Ну, а мейн, у которого там 2500 жизней, то ульта лича — самый большой урон наносит. И БМ... Не, БМ все-таки тоже зависит от того, как будет стоять здание. Но вы говорите об ультимейтах, а не о скиллах обычных. То есть сравните там третий Близзард, который зайдет, и, соответственно, факторочку третью. Я не знаю, какой там точно будет урон. Это зависит от сплэша в том числе. Вот. Но факта, безусловно, прекрасный инструмент для того, чтобы... Опа! Идет сражение. Феррики у нас уже готовы. Диспелим элементарий. Феррики в форме. Рокеты залетают. Архмаг уже очень-очень битый. Виспы вперед идут. Да, мортиры терпят сильно. Пошел телепорт от Архмага. Особо ничего не убил. Ну, минус... Минус ТП, минус мортирка. Панда дунать может? Может. Ну, тоже хорошо. Приходим, съедаем, воркшоп человек. И опять магическую вышку не контролят. Вообще не контролят. Тинкер пробежал. Там три свитка, реально, у Фогича. О, медведей крайне сложно танковать. Четвертый тинкер уже. Где ракеты? Он на этого... Ракеты все скинул в инвульного Маутен Кинга. Ну, не специально, но надо в кастеров, конечно, кидать. Свиток нужен. МК еле живет. Очень много теряет Фогич здесь в атаке. Да, да сходит. Очень неправильно здесь Фогич, конечно, поконтролил. Капец. Сражение. Сражение просто минусовое. Ну, вместо того, чтобы закидывать ракетами нормально кастеров сзади и использовать то, что противника нет свитков. У него же не было свитков. Вообще контроль... Нет, контроль... Вот в этом сражении было все очень плохо. Может, он пытался еще слева там что-то поконтролить, но главное сражение было проигрывано. Серафимка, привет. Да, болеем за Фогичем. У него пока все хорошо, но вот одно сражение привело... Ну, посеяло сомнения. Обычно такие сражения отрезвляют. Возможно, он недооценил ситуацию. Возможно, он подумал, что убьет МКУ, и этого будет достаточно для того, чтобы остаться в игре. Просто стоит воркшоп, у которого на 3 тычки 85 хп козел мимо горцует, просто пробегает, не обращает внимания. Что происходит, Фогич? Чем и к вертолету не делают. Так там гиппогриф появился, пока он мортир строил. Какой смысл делать вертолеты, если уже есть контра? Так хотя бы у тебя есть понимание, что у противника есть лимит, который... И против потенциальной пятого тинкера уже. Иногда нет смысла, там, доигрывать стандарт, если у противника уже все... Все готово к твоему... Блин, а что ты пятый-то не получил? На элементаре хочет дополучать, видимо, да? Ну, козла бы подлечил. Ой, Мика, привет! Мишаня! Ня! Хавалайнич тоже. А что за предмет? Ой-ой-ой, там еще МК невидимый. Феррики залетают. Вроде хорошо. Кастером тут... Нет, ну слишком много. Вертолет справа один. Сейчас его сожрут. Ой, как Феррики хорошо лупят. Вы посмотрите. Надо бы продиспелить элементаре. Ну и диспел... А, у тебя маны нету, дриадок. Сейчас пятый тинкер будет у нас, нет? Ай. Там не... Брейкер выжил. На лалах. Экселемка, здравствуй. А, тинкер еще долго до пятого, смотрите. Ну ладно, есть точка желтенькая. Можно ее подкрепить. Чемико, если бы был каким-нибудь бодреньким, ну таким более быстрым, он бы пошел в красную точку справа, крепишь уже сразу после лечения. Но пока там это самое, отрегенишься, пока эти там престы-сорочки там разберутся, кто где стоит. Пока эта армия выдвинется. Он потерял уже где-то секунд 15 игрового времени. Но, учитывая то, где стоит сейчас Фоги, он вряд ли сможет помешать. И, блин, зеленую точку, реально ты крепишь зеленую точку. Типа для пятого. И не пойдет направо на красную. What? Не понял. Ну, хотя бы ради артефактов и денег. И ради того, что противник не закрепил. Понятно, что у тебя пятый уровень. Но... Даже разменять на телепорт выгоднее было эту красную точку. Ну, то есть там тупо по деньгам, даже без учета артефакта, отбивается тема. Очень чаймика медленный, капец. Отставить третью базу, Фогич. О, сейчас будет... Клэп хороший. Прикопка и телепорт сразу от Фоги. Может быть и правильно. Возможно, там грейд доделывается. Возможно, ему не нравится позиция, в которой он оказался. Но иногда потратить просто телепорт, который... Ну, стой, как полтора медведя. Лучше, чем ввязываться в сражение, где ты потеряешь армию на пару тысяч. МК очень плотный. У него и кольцо, и дополнительное здоровье. Ну и мана даже добавляет жизни косвенно. Потому что чем больше клэпов, тем больше живет МК за счет уменьшения скорости атаки по целям, которые вокруг него находятся. Харик вроде нормально стоит, но сейчас... Что за... МК опять с инволом клэпает во всю армию. Ё-моё. И телепортируется. Но никого не убил. Чимико никого не убил. Фрозен говорит, ракеты такие себе. Ракеты... А чем они плохи? Фрозен. А ему на Близзард переучиться? Ага, как раз против третьих ракет. На Близзард. Так это лемов какая польза? Дриады кучу. Не знаю, может по феррикам стрелять. Пока дриады не могут подойти. Тут же вопрос, кто быстрее уничтожит. Дриадкам иногда они не достают до элементали. А если будут подбегать, то вот 4 мортирки могут очень хорошо... Ой, позиция какая! Минус 3 виспа, минус 4 от молотка. Блин, Чимико здесь за счет позиции может выиграть. Сейчас Фогич обойдет слева, например, да, сверху. И... А там МК уже, хоп, со спеллбрекерами в этом узком проходе. Карта, конечно, такая очень помогает для клэпа. Тут же инвиз. Взевает вертолеты слева, хорошо. Вот, вот это хорошие ракеты, смотрите. Почти на всех кастеров. Феррики тоже неплохо висят. МК пока еще не раздуплился. Заходит в кучу. Делает клэп вдрят! Что? Не заметили это. Сейчас кастер еще, свиток лечения. Там есть еще свитки лечения, интересно. Еще одни ракеты. Хорошие ракеты от Фогича. И все, телепортируются, потому что, видимо, свитков нет. Оооо. Ну и та же самая тема, что и с пандой. Понимаете, вы на картах с одним магазином тупо работаете на свитке. То есть вы пытаетесь законтрить героя предметом, который может быть перекуплен и на который повышенный спрос. Я не говорю про то, что как бы свитки должны покупать любая вообще раса, которая играет уже в лимит 80. В части случаев вы свитки покупаете в лимите 50. Просто потому что экономически целесообразнее взять предмет за 250, чем выходить из апкипа и тратить там на бутыльки героям или там терять юнитов. На лимите 80, если вы на про уровне видите, что человек не покупает свитки, желательно по штучке каждому герою, значит он что-то делает не так. Вы можете смело его критиковать, даже не разбираясь в игре. То есть сложно представить такую ситуацию, где свитки не нужны на лимите 80. А в такой ситуации, когда большая ставка делается на героя, которые наносят массовый урон по низких хитпоинтовым вашим юнитам, по кастерам, да, без свитков вы просто не живете. И сейчас Фогич перекупил свиток очередной раз. Пытается пробежать к кастерам. Дориатки, он не диспелит, кстати, элементарий. Вот к вопросу, о, где вот диспел Фогич? Минус 2 дриады, диспела не было. Элементарий здоровый. Медведи разваливаются, между прочим. Во, пошел диспел элементарий, окей. Прорываемся к кастерам. Клэп, медведи красные! У Чаймика... Опять ракеты в молоко улетели. Светок лечения от Фогича. У противника свитка нет, и я не знаю, есть ли у него телепорт. Еще минус 2 медведя от Клэпа. МК на половину шестой. Ой-ой-ой-ой, еще минус медведь. Сейчас еще ракеты вправо залетают. Минус 40-ка одна, минус 40-ка вторая. Козла пытаются окружить. Козел в инвуле, там есть пара красных... Красных юнитов. Минус один брекер, минус второй брекер. Став. И... Диспейл шестой. Вот шестой тинкер, это, конечно, проблема. Молотки не работают. Ну, сделай ты форму, она... Сплошные плюсы там. Что ты... Почему не делает форму? Погнали, блин. Вот и все, давай. Да, у Фогича третья база, надо ему виспан лево отправить. Сейчас проверить экспан слева, обязательно. Но, учитывая то, что там Архмак почти шестой. Хотя нет, Чимико посливался по лимиту 57. У Фогича лимита сейчас больше осталось. Вот, в ультимейте что там хорошего? Вы фактически становитесь техникой. У вас виспы могут чинить, но это не игровая ситуация, потому что клэп и все. Во-вторых, вы получаете бонусную... Ну, на вас перестают действовать некоторые магические... Слоу действует, насколько я помню. Ну, вы танком становитесь, хумановским, грубо говоря. То есть, молотки не действуют, вас можно чинить, но замедление, там, фейрифайр работает, если что. У вас увеличивается скорость перемещения, насколько я помню. Добавляется прилично, так, здоровье. Тип атаки... Точнее, не тип атаки. У вас добавляется... Перк Демалиш, кажется, называется. Вы начинаете наносить двойной урон по строению. Или даже тройной. Кажется, тройной даже. А по строящемуся зданию вы наносите там Х6 просто. Ну что, попытка здесь посражаться. Козочки нормально отдиспелили все. Клэп минус все. Но... Но... Дриад нечем убивать. Рифлы забейте на такой стадии. Они от того же самого Тинкера просто ушатываются. Сейчас еще одни ракеты. Минус райфл раз. Минус райфл два. Престы еле живые. Один там от Феррика умирает просто. Ну это все. Это точно все. Третью базу не убьет, получается. Здесь сейчас можно уже паркмагу долбить. Раз. Прикопка на М. У нее телепорта нет. У нее Стинвул. Можно за ним бежать, кстати, если он дернется куда-то. Массовый телепорт не поможет ему, потому что будут ракеты. МКУ пытается убить. Из шестого уровня МК умирает ГГ и Транквилити от Козла. Молодец, Фогич. Завалил Чаймика. На мой взгляд, ожидаемо. Хорошо, молодец.